Горвинок, давай команду на огонь. Другие увага! Пострелим, пострелим, порядок огонь. Сегодня тут-то интересней. Завтра там. Прилеты везде бывают по нам. И интенсивность, что мы на Изюмский приехали, такая самая, как и тут была. Но тут видно больше авиации у них работает, чем там. Там такого количества я не замечал. Ну самолеты их не видно. По восемь штук я за минут 15 замечал, работали. Ну и пехота наступает. Нам дают цель, чтобы подавить наступ. Мы отрываем в огонь. Пару кабанев швидко кинули. Если успокаивается, то на этом все. Если нет, то еще парочку надо кинуть, тогда успокоится. Ну два-три штуки кидаем и отходят назад на свои позиции. Ну мы знаем, там по давлению, либо по цели надо работать, чтобы будет корректировка, подготовить побольше снарядов на цель. Ну ежедневно пытаются прорываться. Некоторые там типа по стройкам попадают, а некоторые туда не. И так станет орудие и штук 20 туда. Губ, 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 губ. Сколько максимально снарядов вы загрузили? Максимально восемьдесят девять в день. На каком направлении? Изюмской. Ну, видно, враг перх, наверх. Когда в машину загружаем, то все мы работаем. Здесь экипаж работает. По-моему, сейчас как раз война артиллерии идет. Колоссальная разница. А вы в каком году были в ТО? В 15. А то это не то, что сейчас. Я говорю, сейчас жестче. Это война. Наша бригада всегда воевала. Ну, ты же прекрасно помнишь, 28 февраля, когда мы в Муратово потратили 465 боеприпасов артиллерийских. Под руководителем еще начальника артиллерии полковника Дубовика. В 19-м году тоже это было. А Крымское, кажется, они пробивали. Когда тогда отошел 72-я или бригада, то есть они зашли на баню. Они пошли в наступление и не ожидали, что у нас вся артиллерия была на передке. Что мы тогда вытратили по тем меркам 500 боеприпасов за сутки даже. Это я не считаю минометных. Это я считаю только от 152-х миллиметровых. Что тогда 2С1 подняли по полной готовности. Сейчас просто это более масштабно. Ну, видишь, мы видим, что по нам тоже артиллерия работает в ответ без ограничений. Ураганами кроют пехоту. На контрбатарейной они очень часто становятся ураганами. Россияне. Что сейчас именно идут артиллерийские дуэли. Конечно, прекрасно, что у нас есть разные иностранные артиллерийские системы. Но и мы воюем на том, что у нас есть. Противник штурмовыми группами. Они работают по учебнику. Сначала вагновый налет артиллерийский они совершают. Мы становимся на контрбатарейную. Мы сейчас изобрели новый вид застосования артиллерии. Это снайперская война. Мы работаем одним-двумя орудиями. И не по учебникам получается. Расчеты настолько отточенно работают, что одним-двумя орудиями мы выполняем завданья, которые мы должны были выполнять в этой батарее.